Роскачество подготовило ГОСТ, позволяющий начать проводить в России психолого-педагогическую экспертизу детских игрушек. Предлагается ввести критерий безопасности игрушек для детской психики в зависимости от возраста ребенка. Почему современные игрушки бывают вредны и как их правильно выбрать? На эту тему мы пообщались с психологом, а также отправились в магазин и узнали, какие игрушки сегодня пользуются большей популярностью у детей. Подробности в следующем сюжете. Сегодня на прилавках в магазинах ассортимент игрушек огромный. У детей, да и у взрослых глаза разбегаются при виде такого разнообразия. Вот это телевизор, я знаю. Вот это колонка. Тут еще вот скибите туалет. Они разные есть. Есть какой-то монстр, есть обыкновенный. Вот это Майнкрафт. И что, они детям нравятся, да? А родителям? А родителям нет. Светлана Гаврилова занимается продажей игрушек уже более восьми лет. По ее словам, сейчас помимо мультяшных, также в тренде реалистичные игрушки. Игрушки, которые похожи на настоящие. То есть они тоже очень хорошего качества. На самом деле много сейчас любят игрушек, которые для сна. То есть вот они любят, чтобы спать с этими длинными игрушками. Но мало того, что вот наша российская. Она еще придумала вот такую историю, что она одним движением руки превращается в дорожную подушку. Любой родитель рано или поздно задается вопросами, какие игрушки полезные, а какие вредные. Где их выбирать и покупать? Почему современные игрушки такие странные и страшные? И что делать, когда ребенок хочет играть именно в них? Психологи уверены, что совсем огородить ребенка от современных и популярных игрушек не получится. Да и не стоит. Главное играть вместе с ребенком и научить правильно чувствовать и управлять эмоциями через игру. Важно не только то, как игрушка выглядит, но и то, что мы с ней делаем. Какую роль она играет и как она будет влиять на маленького человека. Подчеркивает известный тверской психолог Юрий Рыльский. Для ребенка главное, если он еще в школу не пошел, это игровая деятельность. Через игру мы формируем его будущее, личность формируется, ценности закладываем. Предположим, там какая-то игрушка злая, у нее там зубы торчат, еще что-то. Вид у нее такой яростный, свирепый. Тогда мы можем обыграть злость. Что с ней делать, с этой злостью? И мы в игре с ребенком во взаимодействии с другими игрушками будем как-то устанавливать правила поведения межличностные, отношения к другому человеку. Правильная игра с детьми – важная часть работы воспитателей в дошкольных учреждениях. Например, в Тверском детском саду номер 168. Основной упор работы с детьми сделан на игровую форму обучения. Так и песню легко выучить, и стишок запомнить. Все герои добрые и проверенные не одним поколением. Лева, черепаха-тортила, винни-пух и пятачок, чебурашка и крокодил-гена. А вот, например, кабинет, где малыши в игровой форме осваивают правила безопасности и дорожного движения вместе с чебурашкой. Какими сигналами у нас должен гореть светофор? Красный, желтый и зеленый. Красный, желтый и зеленый. Вся концепция детского сада выстроена на взаимодействие с уже любимым детьми – чебурашкой. Для нас чебурашка – это не только визитная карточка, не только этот образ, который вписан очень удачно в интерьер детского сада. Для нас это как маленький ребенок, который присутствует на всех наших занятиях, сам обучает детей. Это больше, чем просто образ. Это что-то для нас родное и светлое. А еще ребятишкам показывают советские мультфильмы, успешно опробованные на нескольких поколениях. Например, в День науки малыши смотрели советский мультфильм в стране невыученных уроков. В советские времена детские игрушки были действительно детскими. Мишки, зайчики, неваляшки и уточки. Сейчас они тоже есть. Но неискушенное детское внимание чаще привлекают своим жутким видом другие игрушки. Кто-то помнит, что на нашем телеканале в ток-шоу «За семью печатями» мы уже говорили и сравнивали игрушки из советского прошлого и современные. Гости программы принесли свои детские игрушки. На вопрос, что бы они выбрали сейчас, выбор пал не в пользу современных. Молодым родителям сегодня тоже стоит задуматься перед покупкой товара. Какая игрушка прививает доброту и радость, а какая агрессию и злость. Быть может, порой не стоит изобретать велосипеды, гнаться за западной культурой, а опираться на давно проверенные временем хорошие и качественные игрушки и мультфильмы.